Всем привет! Сегодня у нас суббота, выходные. Денис у нас опять окрошку готовит, только сейчас постную готовить. Захотелось ему постной окрошки, которая из гороха, из кабачковой икры, кто знает, но попозже покажу. Настя тоже сегодня дома. Соня к нам в гости приехала. Они друг друга просились прям давно. Соня с Лерой. Ну, можно. Я говорю, ну, вообще-то нельзя. Ну, ладно. И согласилась все-таки, чтобы она приехала. Немножко они расслабятся, пообщаясь хоть с кем-то не через компьютер, а вживую. Сегодня будем отдыхать от уроков, от всех. Два дня отдыхать будем. Вот, времени много. Денис готовит. Уборку вчера сделали, все убрались. Так что сегодня день отдыха. Уходила в ванную, была чистота. Все спали еще. Вышла, короче, позавтракали, все бросили. А Денис тут еще окрошку делает. Нарезал зелени, огурчика. Это будет постная окрошка. Вот она будет с пережаркой. Лук-морковь. Потом будет с кабачковой икрой. С гороховым пюре он тут сделал. Пюре гороховое. И яйца. По-моему, все. Ну, это вот кто на посту, в основном, часто делают такую окрошку. Вот. Мы вот так в охотку. Мы не постимся просто. И купил он сегодня нам всем мороженое. Вот такое нам, Насте, мне и Денису. 48 пломбир. 60 рублей вот такая пачка. Ну, по скидке было. 221 грамм. И по 60 рублей вот такие. Это Соня и Лерия. Радуга мороженое. Так оно 120 рублей вообще стоит. Я не знаю, почему так дорого. Сейчас по скидке по 60 рублей. Сейчас девчонкам дам, угощу их. Сидят, едят мороженое. Хотела снять какое, но они уже съели. Вот такая красота. Вкусное? Вкусное мороженое-то? Мороженое вкусное, да? Сидят, фильм смотрят. Ужастики. А я тут одна. Денис готовит. Ем мороженое. Все лучшее детям. У меня обычный пломбир. И смотрю вот YouTube. Так, ну что, окрошку сделали. Мороженое поели. Теперь надо убирать все. Хоп. Все. Готово. За 10 минут все убрала. Как хорошо, когда есть посудомойка. Прям красота. Всю жизнь. Когда делали ремонт в кухне, самое главное это было, чтобы посудомойка была. Я ненавижу мыть посуду руками. Единственный минус, что она маленькая. Мы брали маленькую, думали, будет нормально. Но все равно большая сюда бы не полезла. Приходится вот домывать все равно. Посуду в кастрюлю, не влазит все. Все, что мы наели за день. Ну, за день я коплю, а потом туда складывают целый день. А потом вот. Смотрите, Дэнди. На эту красоту. Ну, что девчонки только не придумывают. Одели от куклы юбку ему. Дэнди, ты что, обиделся, да? Дэнди. Ну, ты что, обиделся, да? А что обиделся-то? А там едят, да? А тебе не дают. Ой, какие плохие. Я его не пускаю. Посмотрим на порядок в комнате у девчонок. Это я им говорю. Не сорите. При том, что убирались, наверное, сегодня раза два уже. Пока время четыре часа. Так вот. Когда гости приходят, конечно, это хорошо. Но уборки потом. Кошмар. Да, Рыжик? А мы сегодня думали, что уборки сегодня не будем. Будем отдыхать целый день. А там то папа на кухне нассорит, то Лер с Соней. Ты не наглый? Ты куда на стол-то залез? Деловой. Десять минут убрать комнату. Или я сниму, чтобы ничего не сделали. Хорошо. Всё, засекаем. Прошло десять минут. Ну, почти, почти чисто. Но всё-таки молодцы. Можете когда хотите. Просто им стыдно стало. Что я вам показала бардак. Они быстренько убрались. Нет, мне как-то нет. Это просто не ссорилось. Вот. А так я прошу, прошу их. Целый день. Сейчас, 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 сейчас. Да? Да? А мы убираемся. Мы убираемся. А мама всё ссорит и ссорит. Ссорит и ссорит. Мама, да-да. Спеца. Так, ладно. Через два часа проверю, что у вас в комнате. Девчонки заселят за модный магазин. За игру. Наконец-то. Спокойную. Теперь одеваются. В одежки разные. Кто быстрее оденется полностью, тот и выиграл. Да? Тут юбки разные, карточки. Что-то обувь есть. И ситуация, например, ситуация. Если выпадает. Вас пригласили на модную вечеринку. А. Почему на вечеринку не попали? Аксессуары. Ладно. Интересная игра. Лере нравится, да? Ну, такая для девочек. Для мальчиков. Давай, Соня. Время двенадцатый час ночи. Они в твистер играют. Все, давайте. Все, давайте. Все, спать давайте. Христос воскрес. Поздравляю всех с Пасхой. Вот, правда, у нас Пасхи не ощущается совершенно. Мы бы сейчас пошли гулять куда-нибудь. У нас какие-то мероприятия были в Москве. Ну, ладно. Денис сейчас пошел в магазин. Сейчас купит что-то вкусненького. И хоть так отметим Пасху. Приготовим что-нибудь. Правда, вот ощущается. Вот с утра, правда, я сегодня встала. Меня все поздравляют. Все спасибо. Все открыточки, поздравления шлют. Сразу немножко. Правда, брат ночью уже прислал. Мне Христос воскрес. Видимо, после службы. Вот. Вот этим уже ощутилось. Хоть немножко какое-то настроение появилось. Да, вчера я осветила кулич сама. Яйца сама осветила. Как вот я прочитала в интернете. Там небольшая молитва почитать три раза. И окропить святой водой. Ну, главное вера. Главное верить в это. Вот. Вечером у нас сегодня опять уроки начнутся. Ну, а так все по-старому. Сейчас девчонки будут яйца бить. Посмотрим, кто выиграет. Выбрали по яйцу. Давайте. Кто? Лера. Лера выиграла? А бьют вообще кончиком. Ну, не, ну можно кончиком. Ну, все, все. Разбитый положи. Разбитый положи. Давай, другое бери. Давай, я скажу. Раз, два, три. Вы по лбу-то не ударите друг в другу. Че, кто? Я. Опять тебя разбили? Самое крепкое лицо, подожди. А сейчас нет. Да я вообще даже не била, так нечестно. А то Соня тоже так. Ну, как я. Вот, Соня дала по яйцу. Ну, на раз, два, три. Я стою, послушаю тебя. А Соня хрятит на лицо. Так, ну, давайте еще по одному. Давайте, раз. Так, вот так вот не поднимайте высоко. Раз, два, три. Лера, я еще три не сказала, ты уже ударила. Ты сказала три. Нет. Да. Ну, давай еще раз. Давай, только когда я скажу три. Заранее? Раз, два, два с половиной. Два на ниточке. Три. Друг друга. Ну, видишь, как подружбе в этот раз получилось. У меня теперь руки науки. Ну, все, мойте. Такие попы. Левая рука желтая. Почему не мне попалась левая рука? Все. Ну, все, давай. Левая нога желтая. Ну, долго уже держитесь, долго. Почему уже так? Правая нога зеленая. Так. Правая рука зеленая. Так. Две крокатики сидят. В твистер играем. Я правда не играю, я только кручу. Так. Кто там следующий? Правая нога зеленая. Давай. Так. Правая нога желтая. Правая нога. Зеленая. Левая нога зеленая. Падайте уже минуты. У меня левая нога зеленая? Да. Правая рука зеленая. Так. Правая нога синяя. Правая рука синяя. Давайте быстрее. Я не могу. Правая рука желтая. Все. Лера упала. Будем играть в лото. Русское лото. Короче, мы взяли по пять карточек. И будем пока выиграть тот, кто все заполнит. Да? Все пять. Двадцать пять. Фишек не хватает. Двадцать пять. Я уже вот тут ставлю, которые заполнены. Короче, Лера выиграла в лото, потому что Соня вообще восемьдесят шесть пропустила. Может быть, она вперед бы и выиграла, если бы не пропустила. А я тоже. Я что-то запуталась. Восемьдесят 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 было в конце. И, кажется, я так и не поняла. То ли я не успела, то ли я тоже пропустила, то ли чего. Ну, кажется, Лера всех хитрее. Она всех... Уиграла-то. Я тоже всегда в лото выигрываю. Ладно. Просто не надо столько много карточек, поэтому мы путались. Ну, так для интереса. Теперь будем играть в домино. Правда, детское, взрослое у нас нету. Ну, смысл тот же. Ади, Лера. А как можно вот так? Нет, так нельзя. Только собачку, которая конечная, и барабаса-карабаса. Вот, видишь, как хорошо. Давай, у тебя столько фишек, чтобы... Ты что мне их показываешь? Да я не могу их держать! У меня уже тряпилась. Все, набрала. У тебя теперь все есть. Кроме пьеро, наверное. У Леры всех больше. У Сони одна. У меня вот. И три фишки. Вот что там долго еще копаться-то будешь? Так, я? Я хаждак или собака, или... Мама собаку положила, собаку. Так, подождите. У меня, наверное, нету, да? Нужна собака. Собачку, собачку, чтобы сони не было. Вот так, чтобы сони не было. Другую собачку не надо взять. Все, Соня выиграла. Давай ты теперь. Мальвина, Лер, поставь. У нас по одной фишке с Лерой. Кто выиграет? Лера? Собака? Да. Выиграла? А у меня? А я тоже выиграла. А у нас тече. Все выиграли. Сегодня у нас на ужин запеку крылышки. Замариную их сейчас. Вот что я приготовила. Паприку копченую. Перчик, ну, соль. Потом цедру лимона, ой, не лимона, а апельсина натру туда. Еще Денис сказал купить этот томатную пасту, а он что-то купил какой-то соус. Итальянский томатный соус. Ну, значит, его в нем замаринуем. Меда добавлю, острого перца, чесночка. Это я все в маринад. Сейчас добавлю. А это вот сейчас делаю салатик с помидорками, с огурчиками еще на гарнир. И соус делаю с зеленью, со сметанкой. И добавлю еще в этот соус апельсиновый сок. Гарчи покажу как. Перед тем, как замариновать, надо их разрезать на части. Вот эту маленькую часть, я не знаю, можно ее тоже приготовить. Я, наверное, ее тоже приготовила. Она поджарится, хрустящая будет. Съедим, наверное. Вообще ее можно отдать котам или котам отдать. Посмотрим. Или вообще заморозить бульон хороший из него, куриный может получиться. Замариновала крылышки, разложила на противень так, ну, тонким слоем. Желательно, конечно, было, чтобы они так отдельно друг от друга лежали. Ну, вот так вот. Так, и теперь на самый большой огонь, ну, где-то 250 градусов в духовке, на 35 минут кладу запекаться. Крылышки мариновать сильно не надо. Прямо сразу замариновали и не надо ждать. Они маленькие, быстро примариновываются. Сразу можно запекать. А я буду сейчас еще, не буду я салат делать, просто порежу помидорчики, огурчики и сделаю соус. Порезала огурчики, помидорчики, лучок отдельно, может кто будет. Так, теперь делаю соус. Вот в сметану сейчас положу зелень. И половинку апельсина сейчас выжму. Короче, сок. И все перемешаю. Еще я добавила немножко сухой мяты. Ну, вообще, тут, конечно, хорошо бы свежей мяты. Но свежей у меня нет, так сухой немножко. Он сейчас настоится, думаю, будет нормально. Ну, вот небольшой праздничный стол пасхальный готов. Крылышки, овощи, соус крылышком. Яички, конечно. Колу у нас. И на десертик нам Настя купила тортик. Самый вкусный торт. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...